Проблемы и неприятности студии Marvel продолжаются. Помните, еще в прошлом году появился отчет о том, что фильм Капитан Америка, запланированный на 2024 год, получил очень плохие тестовые показы, не путать с предварительными, ведь кино еще и близко не готово. В общем, что новый кэп в исполнении Антони Маки вот прям совсем не зашел аудитории, которая до сих пор не понимает, от чего нужно было менять Криса Эванса, который прекрасно вписывался в данную роль и не собирался покидать MCU. Так что в итоге будущий фильм получил ни много ни мало аж 5 месяцев пересъемок с января по май этого года. Что же, Marvel можно поздравить, ведь по самым свежим сообщениям все оказалось настолько запущено, что пересъемки продлевают еще ни много ни мало аж на 4 месяца с мая по август. Ну то есть это по сути уже не пересъемки, а создание вообще тупо нового фильма и конечно это просто вынос мозгов. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Ну что же, а теперь по порядку. Вы уверен уже все давным-давно знаете, что после эндгейма Капитаном Америкой решили сделать Сокола в исполнении Антони Маки. Более чем не очевидный выбор и не только потому, что люди обожали прежнего кэпа, но также и потому, что вообще-то Маки уже имел своего персонажа Сокола и накидывать на него еще в нагрузку Капитана Америку, суть этого была совершенно не ясна обычному обывателю. Кстати, у нас в телеге уже идет голосование по поводу того, зачем и для чего это было сделано. Обязательно жмите на подсказку и присоединяйтесь. Ну так вот, можно конечно сказать, что подобным образом Марвел решили разнообразить свой уж слишком белый каст Мстителей. В принципе, с большой долей вероятности это было именно так. Ну а сейчас даже не об этом, а о том, что в итоге такая авантюра принесла. Ведь после такого вот решения сперва появился сериал Сокол и Зимний солдат, ну а затем был анонсирован фильм Капитан Америка о новый дивный мир. Правда, увы, оказалось, что там все пошло в криф и в кость. Поэтому в итоге, после очень плохих тестовых показов новинки, будущий фильм сначала перенесли с июля 2024 года на февраль 2025. Как сообщали инсайдеры, например, Джефф Снайдер, тестовые показы будущего Капа прошли просто ужасно, настолько ужасно, что, по словам Снайдера, три основные части фильма будут удалены и полностью переделаны. Причем ситуация настолько плохая, что на пересъемке выделили аж 5 месяцев, что, конечно, запредельно много, но тут-то и начинается самое интересное, ведь оказалось, что вообще-то в итоге и этого было недостаточно авторам будущей новинки. Так что, как мы уже говорили ранее, им забабахали еще дополнительных плюс 4 месяца пересъемок, что в итоге увеличило общее время их до 9 месяцев. 9, черт возьми. Думаю, не нужно никому тут говорить, что за такое время можно не только родить ребенка, но и снять полностью новый большой блокбастер. То есть, по сути, можно сейчас утверждать, что будущий Капитан это уже по факту пересъемки с ноля, что, конечно, обернется в колоссальные деньги. Ну и делается это тоже, естественно, лишь в крайних случаях, когда все совсем из ряду вон плохо. Например, как с Белоснежкой, которую тоже отправили на пересъемки, да и то не такие масштабные, как в случае с Кэпом. Вот что об этом пишут в свежей статье. Фильм MCU получил отрицательный отклик во время внутренних тестовых показов. Еще одни дополнительные пересъемки фильма Капитан Америка «Удивный новый мир» от Марвел запланированы на период с мая по август 2024 года. Согласно сообщениям, Капитан Америка «Удивный новый мир» получил настолько ужасную реакцию во время дополнительных внутренних тестовых показов, что это побудило Марвел провести пересъемки еще новых сцен. В итоге, дата выхода фильма была изменена и теперь его выпуск запланирован на 2025 год, хотя ввиду новых подробностей не исключено, что дату сдвинут еще и она, возможно, перенесется аж на конец 2025 или на 2026. Также, как стало известно из-за невероятного масштаба пересъемок, которые по сути уже превратились в создание всего с ноля, пришлось создавать еще огромную часть сценариев и из них даже не все пока что готовы. То есть, как вы можете понять, работа еще не початый край. Опять-таки, сколько все это будет стоить денег, остается лишь догадываться. Но более того, с таким успехом не удивлюсь, если новый Кап станет не меньшим провалом, чем, например, Марвелы. А еще получилось, что из-за постоянных пересъемок и переделываний, по сути, все, кроме одного фильма студии Марвел, были сняты с проката в этом 2024 году, ведь из всего, что еще пока запланировано на 2024, остается один лишь Дэдпул 3. Поправьте, если я ошибаюсь, но кажется это так. В общем, пока что не делает Марвел, все идет в криф и в кось, а секрет кажется прост, нужно было не мудрить и оставить прежнего Капа, развивая то, что уже и так отлично работало. Что думаете на данный счет? Пишите ваши комментарии, голосуйте в нашем телеграме и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока. Продолжение следует...